Это было игроком с большим игроком и низким игроком. Они сделали 8-0, мы сделали 8-0. И это было так. И в конце Денисей won. У нас были наши шансы. Но мы их сняли, и Денисей won. В один период Енисей забьет 8 безответных очков. В другой период мы забьем. И да, на протяжении всей игры эти качели не останавливались, пожалуй, до последних минут овертайма. И в конце, несмотря на старания моих ребят, все-таки Енисей сумели выиграть. Как думаете, что стало решающим фактором все-таки? Как вы думаете, что это было решающим фактором? Мы сделали 20 турниров. Другие вещи, как ребонки, все-таки 2-ти, но мы сделали 20 турниров. И получили фастбрейк-поинт. Мы получили несколько. Они получили 10-15 пунктов из фастбрейка. Это легкий баскет. По моему мнению, основным фактором был, наверное, тот факт, что мы совершили 20 невынужденных ошибок, потерь, которые дали Енисею шанс забить легкие очки на контратаках. В остальном, в плане подборов и других элементов игры, статистика приблизительно ровная. Но вот в плане перехватов и легких очков на контратаках у Енисея все-таки преимущество. Мы тоже сумели забить очков 15, но меньше, чем Енисей. Прежде всего, я думаю, что очень много эмоций было оставлено в игре с Боной. И так бывает, что наступает опустошение. Конечно, бы хотелось, чтобы сегодня игра складывалась по-другому. Но мы видели, что Калев на протяжении последних нескольких месяцев получил трех достаточно добротных для этого уровня легионеров. Очень хорошие игры играл с Униксом, с Локомотивом, Кубанию. Никому не уступал. У них есть время спокойно на подготовку. Я думаю, что они приехали готовые к игре. Первые четверти начало сложилось так, что эмоций нам хватало. Потом стала сказываться усталость через замены, через более быструю ротацию. Я пытался поддержать темп игры, но не очень удачно складывались обстоятельства. И травма Тони Микро. И не самая удачная игра в некоторых моментах привела к тому, что соперник цеплялся все время за счет. И не было возможности включить больше игроков в ротацию по такой игре. Поэтому игра сложилась довольно тяжело. Ну и все-таки был момент, когда совсем стало все критично. Удалось путем таймаутов заставить команду переломить игру в свою пользу, добавить агрессии. И можно было выиграть игру и без овертайма. Потому что, в общем-то, все было сделано для того, чтобы победить в основное время. Но так бывает, так сложилось. Я говорю, что еще очень раз, что очень много эмоций было оставлено в предыдущей игре. И держать две игры в такую концентрацию, конечно, тяжело. Да, где-то были ошибки. Эти ошибки привели к овертайму. И в результате овертайма мы все равно свою линию выполнили, дожали. Удачнее сыграли овертайм. Несмотря на то, что, может быть, сил у нас было меньше. А что остались? Ну, там под ударом линза выпала. Он первое время не видел и не мог ее вставить. И, соответственно, это вообще, как вы понимаете, не самое приятное мероприятие. Особенно в полевых условиях, скажем так. Спасибо. Спасибо. Спасибо.